Пылает жаркий огонь, шкварчит мясо, запах такой, что по неволе подойдешь и спросишь, а что такое готовят представители казахской диаспоры для гостей? Готовим национальное блюдо, называется курдак. В переводе он означает картошка с мясом. И тут же добавляют, многие русские напротив считают его своим блюдом. Неудивительно, славяне и казахи так давно вместе, что порой не различить, где берет начало казахское, а где русская культура. Хайржан Досумбеков говорит, в России сегодня проживает больше полутора миллионов казахов, из них больше десяти тысяч в Алтайском крае. Говорит, главное, что получилось за эти 15 лет объединить соплеменников. Мы общественники, у нас нет денег финансов, с этим трудно, но народ за 15 лет у нас, по-моему, маленько, ну так скажем, прозрел, понял, что действительно они казахи. Сотни мероприятий, концертов, встреч, праздников провела организация за эти годы. Атамура переводится как наследие предков, и одна из ее важнейших миссий – обучать родному языку тех, кто родился уже в России. С другой стороны, говорят организаторы, их задача – напоминать русским и казахам о том, что их объединяет. Жумагали Рахимов родился в Барнауле, вырос и живет в Казахстане, но для него Алтай – вторая родина во многих смыслах. Что это характерно вокруг казахи, вокруг русских, другие нации. Приятно быть на родине, как она была многонациональная, так и остается. Большинство праздников Атамура проводят под открытым небом, чтобы гостем мог стать любой желающий. Но организаторы не хотят останавливаться на этом. Мечта Хайржана Досумбекова – создать на Алтае настоящий дом дружбы народов, чтобы все представители многочисленных наций, проживающих в регионе, могли объединяться и работать на его благо. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Илья Кочетков, Андрей Печоркин.